Гнилая курильщица! Сейчас смотрите, у нас вот это зелье сломается, вот это зелье сломается. Скорее всего, вот это сломается зелье. А почему? Потому что гнилая курильщица. Ну, вы сами все видите, да? То есть курильщица... Привет, с вами Андрей. У нас Shutter Pixel Dungeon. Прохождение Берсерта. В прошлой серии мы остановились с вами на том, что убили босса Дворфова. Вот, он был королем. Мы его добили. У нас, собственно, по зачарованиям у нас амфибия. Скорополок здесь присутствует. Кольцо стрельбы. Зачарования здесь нету. У нас так называемая дикоинная штучка. Это у нас хаотичная курильщица, которая нам больше вредит, чем помогает. Собственно, вот такой вот у нас инвентарь в данный момент. Все, честно говоря, не очень пока. Но мы посмотрим, как все пойдет. Может, нам повезет, и мы все-таки сможем протащиться. Собственно, предприимчивый бес нам говорит, привет, Берсерк. Берсерк, так нашего персонажа зовут. У нас тысяча монет. Ну, что я могу сказать? Нам надо взять еду. Взять факелы, по возможности. Я, правда, не уверен, что мы на тут дойдем, но все-таки. Магическая карта. Нам пока не хватает золота. Давайте восстановим свое здоровье с помощью... Скорополоха. Восстановили здоровье. Пробуем. Идиот! Сейчас, смотрите, сейчас этот уйдет. Предприимчивый бес из-за того, что эта курильщица в него выстрелила коррозийным газом. Это просто трындец. Если он уйдет, то это будет просто эпик фейл. Собственно, лор игры представлен на ваших экранах. У меня есть отдельное видео по нему. У меня полностью лор игры. Нужно полистать. Собственно, нам подсказывает то, что это тьма. То есть, чьи-то шаги в темноте. Это говорит о том, что видимость ограничена на текущем уровне. Если вы играете с пытанием тьмы, это будет всего лишь одна клетка. Наша задача в первую очередь убить рассадник демонов. Очень много мобов сразу нарисовалось здесь. И все нас хотят убить. Капец, как много народу, а. А че так много народу? Капец. Не, ну это трындец. Я так чувствую, мы даже первую комнату с вами не пройдем. Мы, конечно, попробуем. Но я не гарантирую, что мы выживем. Потому что что-то как-то... Народу прям очень много. Она еще и укоренения сработала. Ну вот, блядь, ну вот бесполезная курильщица. Ну вот, вот так хрена мне это укоренение здесь нужно. Но, блядь, какая же она бесполезная. Если будете играть, курильщицу не берите, ребят. Я не советую. Это просто... Если хотите, как говорится, пик мазохизма, тогда да. А так, я не рекомендую курильщицу. Один из самых бесполезных предметов. Ну вот, опять же, ну вот их... Знаете, что самое обидное? Что они меня пробивают... Даже при моем армор-классе. Я понимаю, что они бьют магическим уроном, бла-бла-бла. О, сработал первый анг. Замечательно. Это у нас вода. Сейчас тут хреново тонна воды будет. Ну вот, как они меня пробивают? Я понимаю, глаз магии пробивает. Но остальные-то как? Не понимаю я, честно говоря. Первый анг сработал. Еще несколько осталось. Наша задача убить рассадник демонов. То есть он у нас еще и по скорости сделал. Прикольно. Убили первый рассадник демонов. В принципе, мы можем выходить. У нас ключик вот есть. А нам предлагают два сундука на выбор. Либо палочка, либо кольцо. Ну, у нас, как вы видите, кольцо практически бесполезное. По крайней мере, я не использую метательное оружие. Поэтому можно, в принципе, смело использовать палочку. Возможно, она будет более полезнее, чем кольцо. Это у нас газ. А чтобы вы понимали, бесполезность газа в текущий момент, у него бесполезность огромная. Все лепестки на месте, это говорит о том, что мы можем превращать... Это десятая, собственно, роза. И мы можем ее превращать. Собственно, тут у нас огонь. Огонь деактивируется холодом. Но у нас холода в наличии нет. Как вариант попробовать вырастить растение. Давайте попробуем. Да, у нас это получилось. Обратите внимание, курильщица выстрелила водяным паром в огонь. И огонь он ее потушил. Ну, вот хоть в чем-то, честно говоря, она сделала плюс нам. Вот за это ей, конечно, отдельное спасибо. Нам не пришлось искать зелье холда. У нас присутствует золотой ключик. И очень много мобов. У нас со спины еще ударили. Капец народу много. А что так много народу-то, ну? Нет, вы просто не представляете, какое количество должно быть в идеале. Это мы только что полечились, ребят. Злобоглаз заряжается два хода. Поэтому, если у вас нет преимущества по скорости, вы можете его обыграть. Давайте поедим хоть что-нибудь. Собственно, лор игры. Как я говорил ранее, мы его не читаем, потому что у меня он есть в отдельном видео. Вы можете его поискать, посмотреть. Так называемый, есть отдельное... Угура игры называется. Свежее кольцо. Это водяной пар. Сейчас хреново тонна воды здесь будет. Вот нахрена мне менять ландшафт местности? Ну-ка, расскажи мне. Бесполезно это наше кольцо. По поводу кольца, кстати. В теории, возможно, оно для нас будет лучше. Но мы пока этого точно не знаем. У нас есть обнаружение магии. Давайте применим кольцо. Нам подсказывает то, что кольцо не проклятое. Мы можем его одеть. Мы видим то, что злобоглаз заряжается. И мы, скорее всего, не успели бы никуда отступить. А мне кажется, это кольцо по скорости, если я прав. Капец. Ну вот... Знаете, вроде все было неплохо. Какие-то пару секунд. А потом прилетел вот этот вот суккуб, который мне просто всю малину испортил. Я бы хотел спрятаться вот здесь вот. От него. Нет, ребят, ну это просто издевательство. А знаете, почему издевательство? Потому что, когда вы будете в первый раз проходить, у вас не должно быть такого количества мобов. Потому что, если оно будет у вас такое количество, у вас желание проходить на максимальном уровне сложности не будет. А есть ли у нас обнаружение? Нет, у нас нет обнаружения. Ну ладно. Давайте, как я говорил, возьмем палочку. Хотя кольцо может быть приоритетнее в теории. Но мы возьмем палочку. Магической стрелы не самая полезная палочка, особенно в начале. Точнее, в начале она крайне полезная. Но в нашем случае она будет бесполезная, потому что нам ее нужно было бы прокачивать. Давайте перераспределим руны для того, чтобы усилить свою броню. Я надеюсь, что мы все-таки не сдохнем. Подольше попытаемся прожить. Также можно продать, собственно, пластинчатую броню. Призраку можно отдать, собственно, латку. Также можно ему глифу отдать. Эти два можно продать. Тут зачарование у нас холода. Холод, конечно, получше будет смотреться. У нас еще где-то куда-то один ключик вставляется. Капец ты километражом ходишь, а? Это парализующий газ. Один из самых опасных газов. Ну, вот вы сами видите. Ну, вот откуда столько мобов, а? Не, я понимаю, что я играл бы... О, отобрать, ведьма я, сколько мобов там. Ну, это просто какой-то трендец. А чтобы вы понимали, я недавно играл, ну, так сказать, недавно, вы сами видели, с испытанием единого разума, тогда, да, я согласен. То, что мобы все меня видят и так далее. Это нормальное явление. А тут это никак не объясняется, то, что такое количество мобов меня пытаются убить. Со злобоглазым очень тяжело драться. Это тьма. Прячемся за дверь. Самое лучшее место для обхода злобоглазов – это, собственно, колонны, либо просто трава любого типа. Давайте распознаем кольцо. Я понимаю, что оно, скорее всего, само опознается, но все-таки. Это кольцо ускорения – это хорошо. По крайней мере, у нас плюс одна скорость есть. В идеале иметь скорость больше. Также мы могли бы в теории сбрасывать наших врагов. Но для этого нам нужно, чтобы наши враги очень удачно стояли. Вот как, например, вот этот сукуб, он очень удачно стоит. Для того, чтобы мы его могли сбросить. Опять же, это огонь. От огня лучше… Вот опять же, вот… Ну, не знаю, ну вот бесполезная кольничца. Но вот нахрена мне там огонь нужен? Я понимаю? Ну вот… Или это коррозия? Нет, это огонь. По картинке они плюс-минус одинаковые. Поэтому иногда бывает сложно определить, что это конкретно. А в текущем лабиринте будет один сундук всего лишь. Поэтому особо тут лутать. Вот, собственно, мы его как раз и нашли. Тут, как вы видите, нам выпало оружие. Тут больше ничего не будет. Можно даже не смотреть. Ну, максимум какие-нибудь ловушки там вам еще подкинуты. Собственно, можно передвигаться на следующий этаж. Собственно… Ну, о чем, собственно, речь? Мы не можем атаковать это чудо, потому что у нас, видишь ли, висит очарование. Ну, вот вы сами видите, но вот откуда тут такое количество злобоглазов? Мы со злобоглазами здесь сражаться не сможем. Мы им, скорее всего, проиграем. У нас нет. А, еще, смотрите, видите, то есть куда мы не пойдем, везде злобоглаза. Ну, это ж капец. Мы убили злобоглаза, получили камень неясновидения. Камень неясновидения в теории нам может помочь. Собственно, еще один злобоглаз. На самом деле, самые мерзкие, конечно, это ребята, которые бьют издалека. Ну, и, собственно, вот эти вот суккубы. Ну, вот что ж ты делаешь, а? Давайте потанцуем с ней. В идеале, конечно, его можно было бы заморозить, но для того, чтобы заморозить летающего, вот куда ты полетел, а? Вот как же от него прятаться? А главное, чтобы у него обзор упал. Когда вы... Это укоренение. Но опять же, он летает, поэтому ему плевать на укоренение. А вот нам будет не все равно. Давайте перекусим, у нас что-то падает. Упоренение неплохо, в плане того, что если вы в него не попали, а если вы в него попадаете, оно очень-очень слабо становится, потому что оно вам скорее дебафы кидает для вас. Что не всегда гуд, как говорится. Мы могли бы в данный момент прокачать, если я правильно вижу, мы можем сейчас прокачать себе еще собственно сандали, ботинки, сапоги природы, а не у них имеется общее название. Вот нам нужно единственное в конце только скорополох налить. Будет туда. Давайте нальем туда немножко предметов. Семян, семян, чтобы просто побольше было. Собственно, обувь увеличивается. Теперь нужно будет около 7 семян, но у нас такого количества скорее всего не будет. Давайте посчитаем. Да, у нас всего лишь, как вы видите, 4 типа, поэтому для нас оно в принципе бесполезное будет. В теории мы могли бы оставить еще огонь. Ну, я не думаю, что огонь для нас будет очень сильно полезен. Давайте по возможности, конечно, вкачаем. Собственно, у нас как раз и место освободится. Оставим наш любимый скорополох. Ну, вот мы немножко семян вложили. Тут 4 семечка, тут нужно около 7 семян примерно. То есть нам нужно еще достаточно много типов семян найти. Опять же, была палочка, с этим проблем бы не возникало. Но, как вы видите, обратите внимание, суккуб идет с одной скоростью со мной, хотя у меня кольцо ускорение. Смешно, да? Как он это делает, мне просто интересно. Это головокружение. Газ. Здравствуйте, здравствуйте. У нас уже кто-то увидел. На самом деле, открытые местности очень опасны. Опять суккуб. Да что ж вас так много? Видите, он с первого удара прям сразу очаровывает. На самом деле, это четверно. Ну, видите, как нам опыт за суккуба идет, и на этом спасибо, как говорится. Я корону не поднял, да? Какой я молодец, а? Давайте поднимем корону. Только не говорю, что бес сейчас уйдет. Бес, ну хорош! Ну, вот вы видите, да? Нет, нам повезло, он не ушел. Опять же, видите, то есть, это не я делал, это тупо... Гнилая курильщица! Сейчас, смотрите, у нас вот это зелье сломается, вот это зелье сломается. Скорее всего, вот это сломается зелье. А почему? Потому что гнилая курильщица. Ну, вы сами все видите, да? То есть, курильщицу не стоит брать, иначе она вам просто всю малину испортит. Капец, а? У меня, честно, у меня просто нет слов. Нет, я знал, что она в носе сработает. Ну, чтобы беса выгонять, это, конечно, отдельная история. Вот меня больше всего бесит то, что бес у нас почему-то является врагом. Почему он враг-то? Ну... Возьмем героический прыжок, просто чтобы он был. И прокачаем время ожидания для того, чтобы просто почаще прыгать. Ну, и как вариант, можно прыжок докачать, использовать его чисто для прыжка, чтобы в несколько прыжков перепрыгивать все. Поэтому я не рекомендую эту курильщицу, она в большинстве случаев будет вам вредить. Ситуативный предмет. Я, собственно, наверное, для вас его и взял, для того, чтобы вы его просто видели. Потому что сам бы я, скорее всего, его не стал бы брать. Опять же, свиток ярости, бесполезный свиток для нас. На боссе он может в теории, и угрыженная его версия, нам помочь. Как-то холод, если я не ошибаюсь. Да, ледяной буран это холод. Блин, а что там за свиток-то хоть? Рассеивание чар. Ай, кто-то сомневался. Но мне даже передохнуть не дают, видите, да, то есть я из-за того, что я от курильщицы убегаю, а тут суккупно вырисовывается. Я ищу свитки. Собственно, у меня злобоглаз немножко замерз. Давайте подождем. У нас точность оружия просто поражает, честно говоря. Собственно, мы перешли на следующий этаж, нам подсказывает то, что нам нужно внимательно смотреть под ноги. Внимательно смотреть под ноги, это нам говорит о том, что на текущем этаже на текущем этаже очень-очень-очень много ловушек. А если вы не прозвоните этаж, вы, скорее всего, будете наступать на эти ловушки. Я кидаю камни ясновидения для того, чтобы хотя бы примерно опознать этаж. У меня, как вы видите, ничего не получилось. Второй камень почему-то не распознался. Ну, ладно. Видите, да, моей точности не хватает, чтобы подраться с этим, с демоном. Потому что, просто потому что у него уклонение, видимо, выше, чем моя точность. Мы нашли переход, но нам нужно найти сначала рассадник демонов. Для того, чтобы мы не встречались. Собственно, да. Учитывая то, что мы не активировали не весь этаж посмотрели, из-за этого мы будем наступать на все возможные ловушки. Самая страшная для нас ловушка, конечно, будет эта ловушка с потерей оружия. Капец, у нас постоянно здоровье падает, а. Обратите внимание, у нас армор-класс плюс 7. Это латная броня, она считается самой лучшей в игре. И меня эти несчастные демоны пробивают. Вот как это работает? А какой у меня должен быть армор-класс, чтобы они меня не пробивали? Честно, я не понимаю разработчика, а в трусах я, если пойду, у меня вообще там убьют, да, за пару движений? Или с испытанием, например, этого эксбицианизма. демонов. Собственно, мы нашли рассадник демонов. Чтобы вы понимали, это газ. Токсичный газ, он в большинстве случаев будет очень много вреда наносить вам. К нам, кстати, гости идут. Гнеда такая. В принципе, мы могли бы переходить, но мы еще не весь этаж исследовали, поэтому давайте посмотрим. Понятное дело, что самая опасная ловушка для нас будет ловушка телепортации оружия. Остальные ловушки мы плюс-минус можем снять. Еще также проблема наша в том, что мы не прозвонили весь полностью этаж. Из-за этой несчастной курильщицы у нас убежал торговец, что очень плохо. Из-за этого я не смогу ему ничего лишнего продать. Ну вот вы сами видите, что куда тут бежать, блин, от этого яда. Дважды промахнулся. Ну, не подряд, но трижды, по сути, промахнулся по злобоглазу. Вы его выбрасываете. Выбрасываете. Офигеть. А нафиг тогда его вы мне положили, если я его выбрасываю. Честно говоря, удивительно. Давайте бросим факел для того, чтобы мы чуть быстрее были. Собственно, это тьма. Интересно. Давайте активируем гейзерную ловушку для того, чтобы здесь была вода, чтобы мы быстрее двигались, учитывая то, что у нас руна амфибии присутствует. Собственно, тут присутствует баррикада. Баррикаду единственный способ сжечь. Ну, и вообще не единственный. Один из способов, как ее можно сжечь, саму баррикаду имеется в виду, просто закидать ее огнем. Давайте посмотрим, во-первых, магическую палочку. Она у нас не проклятая. Также, если вы используете, можно поджечь бомбу и просто бросить под дверь, она ее взорвет. Также можно с помощью дезинтеграции уничтожить, с помощью огня, зелья, либо растения. Вот такие вот комнаты, они чем опасны, они могут мобов призвать очень много. Мы, собственно, плюс-минус посмотрели этаж. А, ну, мы еще не все посмотрели, правда. Прыгать мы не планируем. А нам также нужно поставить на быстрый слот нашу броню, для того, чтобы свитоколыбельный, кстати, позволит нам поспать. Если у нас будет такая возможность, и нам никто не будет мешать, и вы будете сыты при этом. Здравствуйте, здравствуйте. Это ледяной буран. Это огромное количество холода. Он, собственно, уже примерз. А, у нас, кстати, есть физзащита. А я что-то потупану. Защитная стойка. Но, на самом деле, меня пробивают, как вы видите. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, как против этого драться. О. Не, магии понятны, что меня пробивают. Защита от магии есть в виде колец, либо антимагии. Но, опять же, в нашем случае оно ни то, ни другое отсутствует. Поэтому давайте поедим просто. Очень некомфортно, когда вы идете и вынуждены каждый свой шаг прозванивать. Учитывая то, что вам сообщили, то, что текущая локация будет с огромным количеством ловушек. Нам это сказали при входе в подземелье. Собственно, парализующий газ, ментальное зрение и исцеление. Мы, понятное дело, берем эти. На начале я рекомендую брать именно рандомный сундук, потому что там может быть, как артефакт, кольцо и палочка. Что они на начале могут быть вам более полезны, чем в конце. Пьересталл полезная вещь. В большинстве случаев падает оружие. Иногда оно даже улучшенное. Да кто бы сомневался, что ты мне сейчас какую-нибудь гадость сделаешь. Я, честно говоря, уже не особо удивляюсь этой. Честно, без комментариев. Я шел, шел и мне злобоглаз накрыл. У меня остался один анг. И если меня не хватит, скажем так, свиток улучшения в любом случае нужно забирать. Знаете, в чем проблема? Злобоглаз стоит над пустотой. И его лут, который с него будет 100%, он упадет в пустоту. Давайте кого-нибудь разбудим. Собственно, гнусно-мох. Разбудили еще одного. Давайте выпьем зелье исцеления. Все-таки я не хочу раньше времени сдохнуть. Либо можно попробовать поспать. Но я сомневаюсь, что нам дадут этого сделать. Но все-таки попробуем поспать. Ну, как вы видите, нам не дали этого сделать. Мы убили суккуба. Ну, в принципе, два этажа мы с горем пополам пробежали. Потратив два анха при этом. На самом деле, я удивлен, почему именно на эти этажи мы их потратили. Потому что они не считаются самыми сложными. Самые сложные считаются этажи дальше. Почему? Потому что уровень сложности этажей. Там будут оранжевые мобы, которые вас будут на дистанции шлепать. Если вы не... Капец, какой же бесполезный курильщица. Ну, в принципе, я думаю, пока на этом все. Всем спасибо за просмотр.